Мы будем читать сегодня по очереди с вами, и я хотела рассказать, что если вы чувствуете, что вы устали или больше не хочется читать, вы можете мне так и сказать «стали», я пока не хочу. Это у нас тоже такой правил. И можно читать медленно, никуда не торопиться, ни за что не волноваться, потому что мы все читаем по-разному, и все читаем прекрасно. Будем читать с вами историю, которая называется «В путь по реке времени» английского сказочника. Тогда отправляемся. Уля, попробуешь ты? Сначала познакомьтесь. Это дырка Это дырка Дырка Тешка Тик Так Ча Со Чо Вы Х Де Ла Ма С Е Р А Р Я Дом Кома С Е Гома Ла Ё Лёвый м-м-ы-я-ти-к-г-р-р. Он очень славный и добрый тигр. Всего. Всегда. Кроме. Ва-то-ра-ни-ков. Угу. Так. Уля, кто это? Дядюшка Тик-так. Точно. А чем он занимается? Часы ремонтировать. Да, он мастер. А рядышком с ним кто? Кот. Ой. Тигр. Тигр. Точно. Как его зовут? Р. Р. Ага. Здорово. У тебя замечательно получается. Браво. Спасибо. Так. Эрик, попробуешь ты? Можно не весь текст. Можно одну строчку попробовать, а дальше буду читать я. Давай. Р. 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 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. браво замечательно что дядюшка тик так предложил своему тигру сделать так ты дочитал не очень хороший звук к сожалению давайте наверное еще раз я прочитаю чтобы всем ребятам слышно было давай расскажем ребятам какую-нибудь увлекательную историю предложил дядюшка тик так давай согласился и пошел вон из комнаты да куда же ты сначала мне надо угостить себя мороженым пока эрик что преды что предложил дядюшка тик так сделал я очень отдаленного к сожалению слышу но слышу что рассказать историю да или да если можно поближе к микрофону и не знаю в общем как то нужно нам помочь друг другу слышать и спасибо гарри привет вижу что ты к нам присоединился я поняла хорошо я поняла дружочек скажи мне ты готов читать сегодня или ты хочешь послушать окей окей договорились замечательно то отлично тогда уля давай ты микрофон микрофон ульяна окей Слазичена И этот р Так Проч Том Ш Вам Рассказать И Куда Толь Ко Дев Ба Ло Ще Мой Мойо Во О Ба Бра Ше Ше Мой 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 Дя Мой 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 Рассказать Мой Замечательно Что исчезло у дядюшки Тик-Так? Воображение. Воображение. А что это такое, Уличка? Я думала, это Катунь пропала. Так, Гарри, скажи мне, пожалуйста, ты слушаешь внимательно? Тебя спрашивать? Каверзные вопросы. Ага, хорошо. В следующий раз я спрошу тебя. Договорились? Да. Не могу на число этот, Маха. Ясно. Фантазия. Фантазия, да, это то, что нам помогает придумывать что-то новенькое. Спасибо, Уля, и спасибо маме Ули. Замечательно. Я вижу, что кто-то к нам еще присоединился. У меня написано, что это Ирена, наверное, это мама. Очень приятно познакомиться. И если можно познакомиться с юношей, молодым читателем. Микрофон. Алло. Да, микрофон. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это Эрик. Мы зашли просто через другой телефон. Чудесно. Ура, спасибо, я очень рада видеть, Эрика. Замечательно. Ура. Дядюшка Сиктак подошел к телефону. ВБЖ, раз, два, три, четыре. Алло, мое воображение? Придумайте, пожалуйста, увлекательную историю. Да, да. Чтобы рассказать ребятам. Путешествие по реке времени до конца радуги? Очень хорошо. Спасибо. Гарри, что сделал дядюшка Сиктак? Кому он позвонил? Этому воображению, да? Точно. А мы выяснили, что воображение – это наша фантазия, да? Да, да, фантазия. Тоже думал бы сразу, чтобы перейти домой. И проиграть веб-плаус-тах. Спасибо, Гарри, ты очень внимательно слушаешь. А вообще, сейчас у меня нормально получилось? А можно я потом рассмотрю, когда мы закончим читать? Окей. Я напомню тебе. Спасибо большое. Эрик, попробуешь ты сейчас с хорошим микрофоном, чтобы мы тебя все слышали? Ситушка, тик-так, повесил трубку и висер из дома. Вот уровень свечи, рот, сочи, самая подходящая. Он, куда читобы от крови, тянь, будешь ствовать с назад тедушка, тик-так. Браво, отлично, отлично. Спасибо, Эрик. Уля, а какую историю воображение придумала для тик-така? Про что? Про путешествия. Да, а куда? По реке какой-то. По реке. По реке времени. Да, до конца радуги. Вот, и дядюшка тик-так вышел на улицу и понял, что самая подходящая погода, чтобы отправиться в путешествие. Можно я почитаю? Ой, если ты готов, пожалуйста, приглашай тебя. Ура, ура, мы отпускаем вас. Вы будет кинули. Кота. 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 В эту минуту. В эту минуту? Да, все правильно, отлично. Я... Я... И... 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 Оф... В... Да, сурсов. Радуги. Так, а скажи мне, пожалуйста, кто появился во дворе? Кто пришел к дядюшке? Чика. Да, а что он делает здесь сейчас, пока с ним разговаривает? Показывает твое образование? Нет, он слизывает с усов мороженое. Да, отлично, да, и тоже готов отправляться в путь. Большое спасибо, Гарри, что ты готов и высказался. Уля. Это К, первая буковка, Уля. Очень похоже на «ны» здесь напечатано. Нечено на ледоке Сказал. Дядя-ю-чё-ш-ка-ти-ка-так-пе-ги-с-за-г-во-с-за-д-е-дя. Я не до сяками то порог я сам принесу. Отлично, браво, замечательно. Эрик, скажи, пожалуйста, на чем они решили отправиться путешествием по реке времени? Микрофончик у вас не включен? Ага. На лодке? На лодке, точно. Она у них готова или нет? Она у них есть? Нет. Что они собрались делать? Что они собрались делать? Я думаю, можно. Я думаю, можно они начали собирать. Глазки сделают. Глазки сделают. Глазки сделают. Глазки сделают. Ага. Замечательно. Работа закипела и вот уже лодка готова. Отличная лодка. Эрик, можно тебя попросить? Давай. Читай, да. Читушка, чик-так, попробуар, сесть в ней рпом и пырозанин, но вот битан тыля тигра ротка. Казари, да. Маленькая. Да. Эрик, какая неприятность у них случилась, когда они достроили лодку? Она слишком маловато. Да, она слишком мала. Гарри, дружочек, скажи, ты готов читать или потом скажешь, когда готов тебя приглашать? Ну, когда я, пускай сейчас кто-то прочитает, я после его буду. Договорились. Хорошо. Тогда, если у Ули есть ещё силы, я приглашаю Улю. Че-то-же-де-ла-че-о-го-р-ч-я-чел-ся-дя-дя-дя-чё-ш-а-ка. Та-ти-н-ка-так-ну-го-ло-ва-мо-я-го-ло-ву-ш-ка. Придумаю. Че-то-не-бу-де-е-есть. Придумала. Так, дядюшка огорчился. А что это значит? Что это такое огорчился? Уль, можешь мне каким-то другим словом объяснить? Расстроился. Да, да, точно. И у кого он попросил помощи? Своей головой. Да, он попросил помощи у своей головушки. Ласково её так назвал, да? Говорит, придумай что-нибудь. Да, и он что-то придумал. Он попросил сесть тигра в лодку. А что он придумал, мы сейчас узнаем. Гарри, ты хотел читать, если это не так, то... Да? Окей. По-моему, сейчас остается у нас собаки? Ладно, я уже не знаю. Тук, ты, о-ш-у, тя-н, е-ли. Сел. Так, сшибу как. Насту, мой. Не-не-да-ки-так-ки-и-да-ки-зан-на-чин-зим-и-и-ми-не-с-б-е. А когда мы будем заканчиваем, могу показать вам, сынок? Да, я помню, я помню. А вы помните, что у меня были два щенка? Конечно, помню. Просто мы одного отдали, у нас осталась одна. Я, хорошо. Ну, это черный. Договорились. Мы про щенков еще послушаем в конце. Договорились? Обязательно, я все помню. А сейчас мы вернемся к тигру, и он послушно сел на землю, как его попросил дядюшка тик-так. Но он говорит ему, нет, не так. Сесть, значит, сделаться меньше. Мне пока непонятно, что это он от него просит. Эрик, ты хочешь еще читать? Есть силы? Отлично. Не хочу замударь головой, когда меня будут бояться. За то буду, будь, болися, любить, и потом, потом учение, Легко, кстати, помнить, все крыльни, Горя, чую, ва, ну, отго, речи, Понимаешь? Так, дядюшка тик-так ему предложил уменьшиться. А тигр согласился, Эрик? Нет. Нет, он не хочет, да, почему не хочет? Потому что если тигру уменьшится, да? Он будет бояться. Он будет бояться. Да, все верно, но дядюшка тик-так сказал, что зато будут больше любить. Улья, тебе слышно было, что предложил дядюшка тик-так сделать тигру, чтобы уменьшиться? Принять горячую ванну, да, спасибо, дружочек, да, все верно, принять горячую ванну. Мы когда стираем с вами шерстяные кофточки, например, и постираем их в очень горячей воде, они уменьшаются, это называется садиться, то есть уменьшаются, про вещи, так можно сказать. Так вот, дядюшка тик-так сказал, что от горячей воды все шерстяное садится, понимаешь? Вот, и тигр, у него же шерсть, он тоже уменьшится, то бишь сядет. Хорошо, друзья, я очень рада, что сегодня мы такой бандой, командой начинающих читателей с вами занимались, и было бы очень здорово нам с вами через неделю таким же составом встретиться, чтобы продолжить эту историю читать. Хорошо? Мы с вами, если договоримся, не забудем, если хотите, я вам как-то об этом напомню, потому что нам очень важно таким же составом и продолжить читать. Я хочу на этом с вами попрощаться, потому что начинающих читателей читать – это очень-очень тяжелая и сложная работа. Я очень хочу, чтобы взрослые тоже. Можно попозже, как у них получилось? Да, я сейчас скажу все, и, конечно, вернусь к тебе обязательно. Обязательно. Вот, мои хорошие, когда вы читаете, у вас так много участков вашего мозга работает, это намного сложнее, чем строить самую высокую башню. Вот, поэтому нужно отдыхать, когда читаете, и я вас приглашаю отдыхать. Если вы хотите, тоже вместе со мной посмотреть на рисунок Гарри и послушать, что случилось с его щеночками. У него собака недавно родила щенят, и мы с ними знакомы. А когда собака родилась? Я думаю, что мы можем закончить запись, да? Запись, конечно, мы можем отключить. Спасибо, Полина. Да. Спасибо.